короче ребят всем доброе утро и всем привет сейчас я буду готовить тоже для торта что они как минимум должны будут постоять в сутки вот поэтому сейчас я буду делать его надо минимум сутки они будут постоять еще без крема так без добавления всякой радости вот мне нужны весы потому что для теста мне все нужно будет взвешивать все это в принципе решать яйца 4 штуки давайте их сразу достанем потому что нужно быть комнатной температурки дальше вода 200 мл понятно масло 50 грамм и короче 50 грамм маргарина ребята и 50 грамм растительного масла воды 200 миллилитров Ещё чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. Давайте проверим, насколько тут сейчас миллилитров. 200 или... Да, 200. Отлично. 200 миллилитров воды. В нём нам нужно размешать щепотку соли. Для этого она эта щепотка. Ну, не совсем щепотку. Где-то вот так вот. По соли. Так, немножечко. Дальше. 50 грамм масла. Ну, или маргарина, как мы в случае. Так, видите, у нас всё прописано. Чего я должна и зачем. Ой-ё-ёй. Ещё чуть-чуть. Ну, как бы всё. Теперь нам нужно, чтобы это... Это смесь. Берём мусор, давайте. Сразу. Вот. Сейчас мы отставим. Эта смесь, ребята, сейчас, собственно, должна просто закипеть. Солью и маслами. Нам нужно 130 грамм муки. Собственно, да. Берём весы. Берём весы. Иолит. Гитар. Не важно. Вот. У нас так. 130 грамм. Нам, в принципе, больше и не надо. А чё так много? Подождите. А, что с мукой? Вот. 64 грамма только мы набрали. Ребят, это мне нужно 100... 130 грамм. Ура! Ровно 130 грамм. Но добавлять мы её будем под конец, когда это всё замесится. А потом сюда добавлять яйца, ребят. Следующим нашим функтом будет добавить яйца, когда оно остынет, и хорошо размешать. Какую пышность. Довести, так сказать, в кухню. Довести до пышного состояния. Сразу высыпаем. Потому что, в принципе, не очень-то ей нужно. И вот эту подбираем так. А вот это нам понадобится сейчас для замешивания. Должно быть такое, тугое немножко тесто получился. Оно должно сейчас раствориться, а потом загустеть вместе с мукой. Но это только тесто, которое ещё будет стоять часов 8, стабилизироваться. А сейчас просто пускай вот оно закипит, и тогда будем смотреть, что нам делать дальше. Чего, ребята, таить? У меня всё закипело. Снимаем с огня. Потому что и вот тогда оно будет быстрее работать. Сюда муку. И просто всё это замешиваем, замешиваем, замешиваем. Быстро, 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 быстро. Оно берётся комочками, это тесто, конечно, да. Но это заварное тесто. Так и должно быть. Не должно быть, ребята. Самое главное чего? Это запах сырой муки. У нас на него ушло. Сейчас это воды. Сколько? 200 миллилитров. Раститель у вас на 50 грамм. Сливочное тоже 50 грамм. Щепотка соли. А теперь ещё всё нужно постоять на огне до полного растворения масла и до полного закипания. И до полного этого всего закипания. Тут добавляем 130 грамм муки. Кстати, сахарное это тесто не надо, потому что это тесто как на эти, блин, скажите, на эклерчики, да. Вот такое. В принципе, всё. Тесто вроде как замешано, но теперь мы будем разбираться с яйцами. Оно должно остыть, это тесто. Полностью стать холодным. Ставим его в холодильник или в морозинку. Но горячее лучше, как я не ставить, потому что иначе пипец. Но оно на 5 минут должно остыть. 5 минут, ребята. 5 минут. Но для меня это время пройдёт долго, а для вас быстро. Так, ребята, продолжаем. Эксис, куда я положила? Вот мне сейчас нужен миксер для того, чтобы мне нужно как сделать? Вбить туда яйца и просто их перемешать. Так, яйца, да? Ну, то, что яйца у меня есть, это логически понятно. А вот куда я всё-таки положила миксер? Вот это уже вопрос. Ладно. Будем искать миксер и взбивать яйца. Короче, ребят, всё, нашла я миксер с венчиками. Сейчас мы сюда... Оп! И тут надо очень быстро, короче, взбивать яйца и разбивать. Потому что, если это не сделать быстро, то яйца могут схватиться. Должно быть наше тесто сейчас тёплое. Не совсем горячее, но тёпленькое такое. Вот. 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 Ура! Всё, ребят. Очень быстро. Очень быстро. С помощью любого миксера. Я не рекламирую миксеру в целом. Оно мне не надо. Но просто скажу вам так. С помощью любого миксера вы сделаете ваше тесто. М-м-м. 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 В первую сторону. В духовку на 200 градусов и пусть разогревается. Это тесто нужно класть обязательно в разогретую духовку, потому что если не надо положить в неразогретую, то масло быстро растает, и это уже будет, это фигня будет, короче. Опыт, дело тонкое. Поверьте, будет реальность меня. Просто послушайте меня и кладите в разогретую. И когда вам будет проще, режем. Порежем нашу подушечку, как она называется, пергамент. Берем чуть-чуть масла, капаем. Потому что в любом случае, пергамент, потому что смазывать маслом. И где, скажите на милость, ага, вот она щеточка. Чтобы куда-то положила щеточку, не забыла, знаете ли, сказать куда. Вот она. Потому что вообще вы можете это делать кусочком туалетной бумаги, рукой, салфеткой. Но если у вас есть такая щеточка, то это... То это в разы лучше. Повырвать. Берем ложку. Какую-нибудь, без разницы, любую. И сейчас сформируем. Ммм, ммм. Дянушка. Ммм. Дям-дям-дям. Ага. У нас, ребята, нет ножниц. Ладно, сейчас мы и без ножниц. Сравимся. Не можем, так сказать, ножницами отрезать. Или руками отрывать. Ну, потому что ножницы в комнате. Туда идти в подно за ножницами. Это выребят. Угу. Вот. Теперь. Попробуем. Я никогда, кстати, не делала именно тесто для торта заварным, но именно не разгразывала. Поэтому, ребят, честно говоря, как говорится, будем пробовать. Очень надеюсь, что у меня из этого что-то получится. Я могла бы просто пойти по проверенной классике бисквитной. Просто по бисквитной классике. По самой обычной бисквитной классике. Но я хочу делать, знаете, такое что-то. Того, что я никогда не делала. Я делала такое тесто тогда. Я делала его только на эти, на эклерчики. Вот. Мы просто немножко тесто разравниваем, выравниваем кустоты. И давайте я вам покажу, собственно, как это должно выглядеть. Вот примерно так. Не обязательно, чтобы оно было ровным. А но потом принорезали, и все равно часть теста покрошится. Вот. И теперь просто в духовой шкаф он уже разогрялся у нас. Насколько, ну, где-то оно стало золотистым. Минут. Минут где-то эдак на 7-10, ребята. И будет вкусно. Все, ребята. Один корж. Один. У меня еще не готов. Я думала, что у меня уже один корж готов, а он нифига еще не готов. Я его вынула. Давайте обратно еще на сколько-то поставим. На минуток 5. Так, чтобы он уже точно запекся. Опа. Пусть допекается окончательно. И будет вкусный-вкусный тортик, ребята. Очень вкусный. Я хочу, ребята, показать, что я, Леша, завтрак сделала. Это яйцо, сосиска, огурец, горечка. И Леша завтракает. Пожелать? А заодно сонного и не успешу. Ну, что на работу собирается. И давайте пожелаем ему приятного аппетита и холосой работы. Да. Ника, ты спящая коти утром. Что здесь спящая кися? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты классная. Здрасте, Писанька. Ребята, ой, доброе утро. Башка болит. Немножко. Ну, это не страшно. Да, маркизка. Я сейчас собираюсь на Валдберрис. О, фу ты, Валдберрис, привыкла. На Озон. То я обычно просто хожу на Валдберрис. А это я все стала заказывать с Озона, потому что Озон удобнее. Потому что Валдберрис, любой товар, чтобы ты у него не заказал, он может доставлять его легко несколько суток. Трое-четверо. А Озон нет. Озон это система, где... Где расческа. Вот это, ребята, положила расческу. А Озон нет. Озон это одна фирма, которая, к примеру, если ты сегодня вечером заказал, плюс Озона в чем, да? Что если ты сегодня вечером таки заказал, то, собственно, завтра вечером он уже придет, этот товар. Чтоб ты не заказал. Даже если это, не знаю, ножницы, например, да? Куда? Я недавно проснулась, еще так сказать, не супер позавтракала. Мне еще нужно купить сейчас лекарства будет, таблетки, линкомицинчик называется. Потом сходить на Валдберрис, туда-сюда помыть посуду, потом позавтракать, потому что пить его нужно, этот линкомицин. За три часа до еды или за три часа после еды? Ну, два-три часа. Поэтому, ну... Да, ребят, поческа мною успешно найдена. И это чудесно. Теперь останется надеть, в принципе, куртку, кроссы, взять ключи... И поскакать. Все. Товарищи, пришла из магазина, Сазона и всего прочего. Купила я туалетную бумагу. И вот отнюдь она кончилась. Принесла я вот такую форму для выпечки с нарезанием бисквитов. Короче, на Азор не купила. Тубус. Вау. Вывалился. Тубус на чертежей. Что там еще? Ручки. Целый набор, потому что у нас ручки... У нас с ручками вечная проблема. Меня это заколебало, и я... Маркизу к подарку. Вот такой, ну, к подарку Маркизе. Вот такой шарик. Это шарик с кошачьей мятой, который вешается на стену и облизывается. Он пользует динозаврик от дракончика. Потому что Лешка любит таких динозавров, там, драконах и всего такого. Я взяла к сегодняшнему ужину мира торф. Котлетки по-киевски. Которые я поджариваю на сковородке с черными... Не важно, гречкой или с негаронами, или же жареной картошкой. Что-нибудь придумаю. Можете даже картошки пожать. Я сливки взяла для того, чтобы крем сделать. Для взбивания тысячи процентов жирности. Собственно... Эээ, Маркизка! Дальше. Я взяла нянку кота в магазине, купила. Так, чтобы точно хватило до пятницы. На сегодня у них, ребят, есть. Вот. Так, чтобы до пятницы хватило. Целую кипку. Просто целую кипку, ребят. Давайте я пока сложу. На полночку, где хранятся всякая кошачья радость. Я купила хлеб, потому что, ну, хлеб кончился. Зачем я буду бутерброды делать, если не с хлебом? Точнее, с чертами на чем-то. Помидоры, ледовые, две пачечки. Сегодня к ужину салат, до завтра. Ну и последнее. Косовочные пакеты, которые мне очень-очень нужны. До них никуда. Захожу на кухню. У меня в телефоне, брррррр, типа я кому-то звоню. Я думаю, в смысле, я ж никому, типа, не звоню. Захожу, а Маркиз лапой тебе звонит. Прикольно. Маркиз. Алло. Алло. Короче, это самое смешное, что может быть. Слышу, короче, из комнаты, переодеваюсь, но пришла с этого. Переодеваюсь, короче, слышу звук, как звало, как будто я кому-то звоню. Типа, захожу на кухню, Маркиз сидит и лапой на телефоне звонит тебе. Тебе Маркизка позвонит, так же. А ты что? Это Маркизка тебе позвонил. Я понял. Скажите, меняйте, потому что я скоро уже наканусь. Да. Давай, давай, удачи тебе там в работе. Ей. Так. Спасибо. Удачи. 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 Продолжение следует... 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 И потом, может, подумай о свидании. Ну да, да. После эспирантуры ума добавится и думать будет легче. Хорошо. А, классно. Спасибо, что пытались отговорить, Сергей Алексеевич. Но я все равно буду делать коллекцию носа. Анечка, ну, как говорят реаниматологи, я сделаю все, что мог. Спасибо. До свидания. А, пара! Сколько человек уже сегодня? Не хотим. Восемь. На восемь человек больше, чем обычно. И ни одна не передула. Борис Анатольевич. Борис Анатольевич, не стоит благодарности, это просто моя работа. Хорошая у него работа. Если суть вашей работы в том, чтобы меня оставить без денег, вам нужно идти в налоговую. Не пыли. А что здесь не подходит? Ни одна из пациентов после беседы с вами ко мне эта операция не пришла. И главное, все довольны. А у меня вы выдачи. В общем, да. Люд, с вами я разорваюсь. Я буду искать нового психолога. Это какое-то недоразумение. Я просто толкал их в ваши силиконовые сети. У меня есть шанс. Но имеете в виду завтра. Я лично буду в лесу про это взялись. Мне, честно, это же интересно. Что ж такого вы им говорите? Галя, Галя, я же говорила, что мы к вам не заботаем. Бабушка ушла. Да, Галя, пошли. А мама, я закрыла туалет случайно. Ой, это больше прошло. Здорово, дуй, не забудьте на вторую. Да как это было? Галя? Да, мама. Ты почему не в туалете? А, у меня еще более встанет. Ну, ты почему так выглядишь, а? Она решила принять себе предложение бабушке и согласилась пойти на свидание с Колей. Да. Да. Молодец. Жалко, что бабушка уже ушла. Поэтому с Колей я встречусь как-нибудь в следующий раз. Ну, знаешь, что он задел? Ну, я с тобой попала. То есть, Полита, вообще не мама. Что мама? Галина Сергеевна решила пойти на свидание. Ой, я же сейчас позвоню Коле. Я больше договорюсь. Ой. Птица. Когда ты лет 15 не уйдешь, не Колю придешь. А я понятия не имею, почему все 8 девушек передумали делать операцию. Карточка, а ты не хочешь пойти с одной в актеры? Я ведь просто спросила, у вас на тебя дела, а ты получил прекрасный, как с этим, на налог. Маша, мне не весело. Я глава с Кемиди и не могу заработать деньги. Пуговка вчера. Ребята, у нас была извечная проблема в том, что у нас одна сковородка, да? И на ней можно только поджарить картошку. А где же все-таки готовить вот эти вот котлетки по-киевски? Короче, ребят, шла из магазина. Купила вот такую вот офигенную штучку. Это шумно, да? Это сковородка, 24 сантиметра. Более того, ее можно ставить в духовку. Ручка пластиковая, да, но на ней есть вот такая кнопка. Опа! Опа! Просто шикарно! Во-первых, она, по сомнению с моей, которая дома, она реально больше. Я с ней пожарю картошку, в ней. А вот в домашней пожарю котлеты по-киевски. Лучше картосно. Настолько будет шикарно, ребята. Просто я сделала офигенную покупку. Более того, эта сковородка шла партией. Тогда она стоит 2 тысячи. У меня были баллы. Горное количество. Баллов, магнитиков, магнита, короче, магазин. И, соответственно, поэтому я... Ой. Бам. Воспользовавшись этими магнитиками... Фу. Воспользовавшись этими магнитиками, я купила её всего лишь за 599 рублей. Шучётко и прекрасно. Вот. Опа! А я делаю жареную картошку, но для твоё почищу картошку. Картошку. И пожарю картошку. Я в миску воду наливаю, потому что картошка уже должна быть чистенькой в миске. Я же для того её чищу, чтобы она была чистой. Ребят, я сделала салат. Офигенно вкусный. Вот он. Я картошку жарю. Вот она офигенная. О-о-о! Красота. С лучшим кубом, там с чесночком вкусно. Я поджарила. Купила сегодня, показывала котленки по-киевски. Я их поджарила. Я думаю, что будет очень-очень вкусно. Вот. Я их поставила на единичку, чтобы оно просто отживалось. Ну, чтобы оно не холодным было, когда кладёшь в тарелку. Потому что, сами понимаете. И... И жареная картошка получается офигенной. Мы сюда чёрного перчика подавайте. Опа! Мы сюда чёрного перчика молотого тоже добавляем. Вообще, для Лёши, он офигенный мужчина ещё и в том плане, что он любит жареную картошку с луком. Я тоже люблю жареную картошку с луком. С морковкой тоже обожаю. И вот Лёша любит жареную картошку с луком. И поэтому я жарю Лёшки с луком, ну и себе. Получается красиво, получается вкусно. Самое главное, ребят, лук это вкусно, а морковка тоже вкусно. Вот здесь у меня просто поджаренные, подтушенные котлетки немножко. картошку по-киевски. Четыре штучки получилось. Я, знаете, я картошку когда жарю с вечера, я всегда жарю побольше, чтобы осталось на завтрак, чтобы на завтрак эту картошку можно было с яйцом обжарить потом и потушить. Вот. Как раз самое то. Мы вырубаем картошечку, ребята. Мммм. Как же это вкусно. Няма, няма, няма. Ребят, вкуснятина. Ну, дома немножко бардачок. Как всегда. Опа. Пока еще сохраняется, но не страшно. Не страшно. Заходим сюда. У нас тут Санька. Девчонка. Красавица. Ммм, девочка. Маленькая. Ушки. Ушки, ушки. Ушки мои. Моя ты лапочка. А? Заставушка. Лосточка. Ммм. Видите, у нас тут кайфушки у Киси. У Киси кайфушки. У Киси, да. Ай, у Киси какие кайфушки. Пузико вытянуть. И покайфовать Киси надо. Она такая очень ласковая кошка, но в меру. То есть она вообще очень игривая. Ее так сложно взять на руки, погладить. Но когда она спит, и когда ей хочется, она вот такая вот вся мур-мур. Такая вся, да. Они такие ходы все. Они все такие-то-ка-ют. Ласковые все. И что, твоя мышка? Она пипищит. Ой, моя ласточка. Моя тя лапочка. Обнимушки у Киси. Мы киску погладили, да? Кися Мам, кися, хватит чего Вот Алёшка с работы уже Возвращается И где-то, ребят Минут через 5-7 он будет дома Это прекрасно Просто шикардосно Это Офигитительно Реально офигитительно, потому что О Смотрите, а ты что ждёшь? А ты гулять? А ты гулять? Ха, гулять, гулять, гулять Гулять, кися он уж Давай тебе Гулять Гулять, кисяка вышла Кисяка вышла гулять Прохладно, скажи, да? Радость твоя Радость твоя Не, ну туда я тебя точно не позову сейчас, да? Гуляй, да Гулять, конечно, гулять Кисяушка, кисяушка Не, ну туда я тебя не позову, конечно Там нет ничего интересного, да? Закрытые двери, да? Гулять, да? Той куда Гуляй Гулямушка Гулямушка Гулямушка, гулямушка Прям Прям Прекидом Гулямушка Чего интересного Да, мальчишка Гулямушка Гулямушка Да, мальчишка Да, гулямушка 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 Да, мальчишка Да, мальчишка Гулять Гуля Гуляна Гулянкин Гулянкин Да Ну, кот гуляет Дышит Да Тебе как? Тебе голосов? Макизика Макизика Чего там? Чего там? Да кто там такой? Да ебан Да кто? Макизика 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 Гуляет Привет Привет короче ребята лёша принес один из моих любимых лакомств одно из моих любимых лакомств это сок томатную 4 жирная картошка что у нас котлетки по-киевски ребята но это классно это то что я люблю как раз овощное вот это вот вот и ребята у нас жирная картошка котлетки по-киевски салатик красок будет самое то самое офигенно вот лёшка с котиком обнимается котик сегодня маркишку искал фу ты маркишки сегодня лёшку искал вот нашел нашел думал я не приду он как только ты на работу ушел вышел из-за двери он сразу побежал к двери смотреть и куда ты вообще убежал и зачем сразу да 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 а потом начал тебя искать поняв что у тебя дома нету ребята 8 числа насколько вы знаете у нашего кота день рождения это факт вот и у него будет огромный большой офигенный подарок он там стоит вон видите там в уголочке стоит так прекрасно радостно радужно типа но сегодня и завтра до его дня рождения маркишки будет 2 2 мини радости вот во первых ребята лёша любит дракончиков и все это знают а маркизка любит лёшу вот это что я решила выдать это очень ценная штучка помимо большого подарка который вы увидите уже 8 числа ребята очень интересная штука вот вы ее уже видите лёшка еще и не видит педи китай на китайском все написано 0 лёша видит что на китайском все все написано вот поэтому хватай вот завтра ребята сезона найдет еще одна штучка который маркиз получит завтра а вот послезавтра маркиз получит вот этот свой масштабный большой подарок которым будет кайфовать радоваться и не на радуется а это нужно выбрать стену куда маркизка повесить более того эта штука для съемных то есть можно отдельно покупать шарики и цеплять с кошечемета открывай то есть там сзади и штучка на которую цеплять должна быть где-то или как ее вообще цеплять а вот вот короче внутри ребята сейчас покажу внутри вот такая штучка на которую цепляет двухсторонний аж с одной и с другой стороны и это цеплять на стену то есть отклеивать цеплять на стену вот ребята завтра маркизу приплывет вторая часть подарка а вот послезавтра третья часть которая уже вот там стоит не еще собрать надо будет ребята но вы это увидите как я буду собирать поэтому поэтому смотрите и радуйтесь